Вот, шо где еще раз? Штат Марбург я живу, молодец. И этот, шо хотела сказать? Блин, я забывала, у меня мысль так быстро теряется. Ну да, и вот, и понимаете, больше чем я за год, так что это... Ну да, я согласна. А вот эта, которая, блин, вообще меня от все... Вот эта, которая делает г-г-г, да, типа, ну, ты смотришь, вот и думаешь, боже, какие дурные, какие больные, но бабки зарабатывает нехило. Я думаю, может, мне тоже таким заняться, но я не знаю, это так по-тупому, блин, не знаю. И, короче, привет, привет. И этот, божий, чебуреки-панкейки. Что хотела сказать? А, ну и, короче, я прошла половину курса вот этого, да, что-то в голове отложилось. Плюс-то где-то слышу, как-то сама что-то учу, но все равно. Но вот когда я куда-то иду, в какую-то службу, или кто-то мне что-то говорит, мне бросил слопы, привет, приятного аппетита. Я не кушаю, я готовлю. И мне что-то говорят, я, вот я понимаю, я понимаю, что они говорят. И когда меня просят, ну, типа, в ответ что-то сказать, я в ответ уже не могу. Я такая, э, б, м, э, ну, что говорят, я понимаю. Как-то, знаете, улавливаю суть, даже какие-то слова, которые я, как бы, не знаю, но что-то там, ну, не знаю, как-то, ну, понимаю, короче. Говорить не говорю, но понимаю. Самое страшное, знаете, это когда тебе звонят по телефону, не знаю. Я когда вижу немецкий номер, у меня сразу паника, я думаю, блин, сейчас начнут же проехать, а что мне говорить. И недавно звонят, короче. А, недавно, слушайте, это прям для меня, я не знаю, прогресс вообще. Короче, да, Germany. Thank you, этот, что хотела. Недавно, короче, я взяла термин к врачу, боже. Я, у меня, короче, русскоговорящий врач, я всегда, когда звонила, там, ну, на линии была русскоговорящая девушка. И мне не приходилось ни разу заказывать термин на немецком. И тут я позвонила первый раз, сказала, все поняла, что меня спросили. И я так, знаете, вроде, ну, там ничего сложного, ну, что там сказать, термин, накадаю, что. А для меня это прям, думаю, боже, какая я молодец, прям горжусь собой, что я позвонила и взяла термин. Прям, я не знаю, для меня это гордость за саму себя. Вот так вот надо попробовать бомба. Это я готовлю для своих родных. Я, короче, у родителей уже, это, третья неделя идет. Ну да. И за это время, что я тут, боже, я так поправилась, что я теперь вообще думаю, все, я уже ничего есть не буду. Гуд фрау Данке. Дома как-то я держу более-менее питание, у меня дома нету сладкого. А тут, блин, приехала, все, понесло у меня. За две недели, за три уже, то все. Сейчас, думаю, надо брать себя в руки и все. Так, ну ладно. Еще так пахнет ванилькой. Думала делать пирог, но потом что-то, думаю, не, это возня с ним тоже. Где? 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 Что где? Я живу в Марбурге. Но сейчас я в Дуйсбурге. На данный момент. Вон это Марбург, Марбург. Так, спрашивайте, как будто бы, я не знаю, приедете в Марбург. А ну там, где там? В Марбурге или в этом? В Дуйсбурге. Марбург. Марбург. Я гном. Рихтих. Она даже немецкий знает. Ну я живу здесь, как вы думаете. Дуйсбург. Боже, недавно, короче, мне попалось видео про Дуйсбург. Типа там фотки. И типа как ужасно. Прям вообще там такие фотки, извините меня, бомжатник какой-то. Я, ну тут мои родители живут, но я тут тоже жила. Это я сейчас переехала в Марбург, но я тут тоже жила. И, ну да, я не скажу, что это город, вау. Ну вообще нет. Но и не настолько страшный, как его показали. И я типа там написала даже комментарий, говорю, походу я в каком-то другом Дуйсбурге живу. Там такие фотки ужасные. Я даже не знаю, где здесь такое вообще в городе. Я такого ни разу не видела, как там на видео. А, еще, короче, хотите прикол? Что ты сидишь? Я уеду, но это не значит, что я хочу. И вот сегодня взяла и уехала. Я скажу, ну, в скором времени. Короче, слушайте прикол. В Украине я жила в городе Кривой Рог. Кривой Рог. Это город металлургический, там вот это заводы. Это грязный, заводный город, короче. Ну потому что сейчас я не могу уехать. Вот. И вот реально, это такой город вообще, вот просто там, Кривой Рог, это сразу грязь, заводы, вот это вот все. Чистый город, что ты сидишь? Да, при чем тут это? И, короче, и я, и прикиньте, я приезжаю сюда в Германию. В какой город? В Дуйсбург. Блин, с одного города в другой. Дуйсбург и Кривой Рог, это практически одинаковый город. Я даже бываю тут проезжаю по каким-то дорогам. Думаю, блин, прям как у меня в этом городе. Германия же тебе не нравится. Я не говорила, что мне Германия не нравится. Что-то вы путаете меня с кем-то, наверное. Я себя, что уедешь давно. Я уеду, ну да, я сказала, я тут не хочу жить всю жизнь. Я себя не вижу здесь просто, вот и все. А я не живу на халяву. Вот это мое любимое. Я же, вы понимали, я не получаю никакие выплаты, если что. Я живу в Марбурге. Мне 21. Я тут халяву вообще не получаю. Вообще никакую, я даже не знаю, блин. У меня нету никакой халявы, так же. Ой. Спасибо, да, я с Украины. Я перееду, да. Но просто я не могу взять и уехать. Просто хотела, и вот, мне надо понимать, что, куда, это план. Просто тут вечно проезжают, эти, блин. Они так взяла и уехала. Непонятно куда, непонятно с чем. Так что, да. Боже, я очень люблю панкейки. Я не получаю халяву, я уже говорила. Я очень люблю панкейки, но, блин, готовить их, не знаю, так долго. И сырники тоже, их долго готовить надо на медленном огне, они так долго жарятся, и я не люблю. А тут в Германии не надо пахать. Такие вы интересные. Я не получаю никакую халяву. В Германии еще пахать надо больше, чем, блин, я не знаю, чем в других странах. Так что, в Огонсту, Марбург, штат Марбург. Короче. Да. Чё, 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 режу.